Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить с вами удивительный тортик, который прекрасно подходит под холодное время года. Он очень насыщенный по вкусу, очень интересный и немножечко пряный. Он подойдет, если вы любите ароматные и вкусные зимние настоящие тортики. В нем очень много орехов и сухофруктов. Давайте же приступать, это не так сложно, как кажется. Для начала возьмем 150-200 грамм орехов и их немножечко поджарим в духовке. И пускай себя не остывает. Тем временем займемся тестом. Вы не поверите, но тесто сюда будет идти в этот торт. Дрожжевое! А запаха дрожжей вообще здесь не будет. Тесто получается как пасхальное, я бы сказала, очень вкусно. Отвешиваю сахар и добавляю сюда же дрожжи. И перетираю дрожжи с сахаром. Это намного быстрее активирует наши дрожжи и они будут хорошо работать. Учитывая, что тесто у нас будет довольно маслянистое и дрожжам нужно больше сил, сильнее потрудиться для того, чтобы хорошо поднять это тесто. Затем добавляю к дрожжам слегка подогретое молоко. Оно должно быть холоднее, чем 40 градусов. На пальчик пробуйте, чтобы не было горячее. После этого добавляю сюда желтки и сметану. Желательно сметану не использовать из холодильника, но у меня из холодильника это тоже не особо принципиально. Слегка перемешаю. Отставляю и тем временем отвешу сухие ингредиенты и поставлю разогреваться масло, чтобы оно у меня было комнатной температуры. Я отвесила 400 грамм и отсыпала отдельно полстакана муки, которую я возьму на подпыл. Сразу же в муку буду добавлять разрыхлитель. Нам нужна хорошая такая чайная ложка, немножечко с горкой. Это для того, чтобы помочь нашим дрожжам и сделать маленькие такие поры в нашем тесте. И добавляю сюда корицу. Кто не любит, не добавляйте. Кто любит, может добавить чайную ложку, либо полторы. Будет более ароматно. Можно добавить какие-то еще специи. Подрастопила я немножечко масла в микроволновке. Оно не должно быть горячим, но хорошо размягченным. Чтобы оно соединилось с нашими жидкостями. И добавила его к жидким продуктам. Слегка перемешала и начинаю добавлять сюда уже муку. С разрыхлителем и специями. Делаю это в два захода. Тесто получается мягким, эластичным. Возвращаюсь к своему стакану с мукой, которая у меня осталась. И буду домешивать ее в тесто. У вас мука может быть разная. Поэтому не обязательно у вас уйдет весь этот стакан. Но у меня ушло ровно 400 грамм. Не больше, не меньше. Вот и тесто было идеально. Оно вот такое вот мягкое, эластичное. При этом совершенно не липнет к рукам. Отправляю тесто в емкость. Накрываю влажным полотенцем. И оставляю на 40 минут или час. В теплом месте, для того, чтобы дрожжи активировались и тесто немного подошло. Тем временем займусь начинкой. Для этого возьму курагу и мелко ее порежу. Кубиками произвольными, но довольно мелко. И скалкой также измельчаю пожаренные орехи. Обязательно скалкой, а не блендером, чтобы попадались крупненькие кусочки. Так будет намного вкуснее. Смешиваем все это вместе. И сейчас сюда мы будем добавлять абрикосовый джем. У меня это домашний абрикосовый джем. Его консервировала мама. И она добавляла сюда еще немножечко апельсина. Поэтому он такой немножечко с апельсиновой ноткой. Также она добавляла немножечко пектина. И поэтому джем густой. Если у вас джем жидкий, абрикосовый, добавляйте всего 400 грамм. У меня густой, поэтому я добавляю 500 грамм. И течь он у меня не будет, благодаря пектину. В теории можно, конечно, приготовить из повидлом. Но, конечно, вкус немножечко поменяется. Тесто мое подошло в два раза. За счет большого количества жиров в этом тесте дрожжам тяжелее работать. Но все равно тесто получится у нас воздушным. Разделяю тесто на 7 частей. Можно разделить на 6, а 7 у нас получится из обрезков. Есть еще один вариант этого тортика, который готовится проще. Который сразу готовится целиком. Не нужно печь коржи отдельно. Но он более сухой получается. Я вам показываю более сочный. Если хотите, проголосуйте в комментариях. И я покажу, как я делаю упрощенный вариант этого тортика. Раскатала тесто довольно тонко. Вырезаю по форме 20-22 см. Обрезаю вокруг остатки. У меня как раз сюда влезет два коржа, чтобы пеклись вместе. И теперь визуально раскладываю нашу начинку поверх коржей. В теории можно намазать вначале джемом и сверху посыпать курагой и орехами. Но тогда они могут у вас припечься и поджариться. Я бы не хотела, чтобы у нас так это было. Поэтому в перемешанном состоянии намазываю на коржи. Старайтесь максимально доходить до конца, чтобы и бортики у нас тоже были намазаны всей этой вкуснотой. Это очень вкусно пахнет. Вот такие коржи у нас получились. Отставляем их минут на 15, чтобы они чуть-чуть подошли. И ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем их где-то 12-15 минут, чтобы вот так вот чуть-чуть низ подзолотился. И все, можно доставать. Так как я люблю сочные тортики, повторюсь, я этот тортик буду немножечко прославлять сметаной. Сметану я отвесила на 3 часа и из 800 грамм сметаны у меня осталось всего 550. Стекла лишняя сыворотка, лишняя жидкость. Добавляю сюда 5 столовых ложек сахара и ванильку. Все это вместе взбиваю до растворения сахара. Для того, чтобы крема по коржам было одинаково. Единственное, я не буду покрывать верхний корж кремом, поэтому убираю его. А на все остальные буду раскладывать равномерно крем. И оставлю буквально 2 столовые ложки для того, чтобы подмазать потом бока немножечко после сборки. Вот так вот распределила. Все, теперь можно заниматься сборкой тортика. На дно я ставлю немножечко крема, для того, чтобы наш тортик не ездил. И тоже пропитался низ дополнительно. И размазываю теперь крем, который у нас был на корже. Обязательно не забываем про края. Все получается очень быстро здесь уже. Хорошенечко перемазываем. Этому тортику нужно пропитаться минимум 4 часа будет в холодильнике. Для того, чтобы сметанка хорошо пропитала коржи. Это смотрится в разрезе очень нарядно и очень вкусно. Это реально очень по-зимнему тортик. Он мне не так давно попался на глаза. И я очень жалею, что я не делала его раньше. Не забываем, конечно же, про бока. Сверху я его посыпала сахарной пудрой, не тающей, и чуть-чуть фруктов. По бокам это у меня измельченная крошка из орехов и немножечко печенья. В мелкую крошку и по бокам приклеила на сметану замечательно. У меня тортик простоял в холодильнике всю ночь. И теперь уже утром его можно попробовать. Он точно пропитался за ночь. Разрезаем наш ароматный, вкуснющий тортик. И вот такой вот он очень красивый и полосатый внутри. Достаточно пропитанный и вкусный. Обязательно попробуйте зимой приготовить этот тортик. Это невероятно вкусно. Не забывайте, конечно же, поставить пальчик вверх и поддержите меня своим лайком. А с вами, как всегда, был кекс. Готовьте с удовольствием, готовьте для своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.